Уважаемый Сергей Викторович, мы все и повседневно видим ваш героический труд в деле защиты правды и интересов Великой Отечественной войны. Вы на всех площадках мира отстаиваете правду о победе в Великой Отечественной войне нашего великого российского советского народа в 1945 году. Ваш приезд в город-герой Волгоград это еще раз подтверждает ту истину работы по сохранению правды о Великой Отечественной войне в победе нашего народа над немецко-фашистскими захватчиками. Мы, ветераны, в меру своих сил и возможностей встречаемся с молодежью, со студентами, со школьниками, со слушателями Академии внутренних дел и всегда видим интерес молодежи о истине, о нашей победе в Великой Отечественной войне, о том героизме, который проявил наш советский солдат. Мы еще раз благодарим вас, Сергей Викторович, за эту неоценимую работу, которую вы проводите на посту министра иностранных дел Великой России. Слово передаю министру иностранных дел Российской Федерации Лаврову Сергею Викторовичу. Спасибо большое, уважаемый Виктор Федорович, уважаемый Андрей Иванович, дорогие друзья. Прежде всего, большое спасибо за приглашение, которое я получил и визит приурочен к церемонии передачи из Министерства обороны 11 боевых знамен сюда, в этот мемориал на вечное хранение, знамена, под которыми Сталинградцы, Красная Армия воевала с захватчиком, знамена, под которыми Красная Армия спасала мирных жителей, они теперь здесь по праву принадлежат. И в целом вот такого рода встречи, они абсолютно необходимы для того, чтобы мы эффективно работали на международной арене. Наша внешняя политика, которую определил президент в концепции внешней политики Российской Федерации, прежде всего заключается в необходимости максимально использовать внешние условия для того, чтобы помогать развитию страны, укреплению ее безопасности, ее социально-экономическому росту и чтобы помогать повышать уровень и качество жизни наших граждан. В этом главный смысл. И второе, теснейшим образом связанное с этим условие, это наши традиции, наша тысячелетняя история, наши духовно-нравственные ценности и, конечно же, верность заветам и подвигам наших предков. И мы обязаны передавать это все, все это богатство нашей страны мы должны передавать молодому поколению. И сегодня очень символично мы встречаемся здесь, сразу после встречи в администрации губернатора, в администрации Волгоградской области, где мы провели очень интересную беседу с нашими ветеранами. И в лице Виктора Федоровича я еще раз хотел бы сказать низкий поклон всем тем, кто до сих пор несет живую память о тех событиях, кто вместе со всем нашим народом выстоял в самой тяжелой, свирепой войне за всю историю человечества, и кто сейчас передает молодежи свои знания и, главное, свою любовь к нашей стране. Это самая прочная опора для нашей работы за границей. Когда ты видишь лица тех, кто, собственно говоря, и должен быть целью всех наших усилий, чье благополучие должно быть целью всех наших усилий, то потом, уверяю вас на международных площадках, действовать приходится, получается действовать гораздо более убедительно, гораздо более эффективно. И я вот буквально пару недель назад был в Ростове-на-Дону, где тоже посетил мемориал в честь воинов Великой Отечественной войны, Самбекские высоты. Там, как и здесь, активно действуют поисковые движения. Ребята ищут останки павших в Великой Отечественной войне, стараются определить, кому они принадлежат, принадлежали и очень впечатляющие захоронения. Там аллеи памяти есть. Я знаю, что у вас тоже здесь на Рассошинском кладбище недавно захоронили около тысячи останков, около грантируют и символизируют связь времен. Огромная благодарность волонтерам и поисковикам, и тем, кто занимается мемориальной работой, архивной работой. Недавно, выступая перед активом «Единой России», президент Путин особо подчеркнул необходимость всяческого поощрения этих усилий. Будут выделяться дополнительные гранты на эту работу. И возникла идея в ходе этого разговора учредить день поисковика. Движение обрело общероссийский охват и, наверное, будет правильно специально подчеркнуть наше глубокое уважение всем тем, кто по зову сердца занимается этой абсолютно необходимой для нас, для нашей страны работой. Хочу еще во вступительном слове отметить, что когда мы добиваемся создания благоприятных условий для нашего развития на внешней арене, далеко не всем это нравится. В нас в свое время, в 90-е годы, видели такую послушную страну, которая открылась Западу, во многих случаях беспрецедентно открылась. Это все было принято за слабость. И для осознания того, что это не подобает России занимать такое подчиненное третье степенное место в глобальном масштабе, оно пришло не сразу. Но вот последние 20 лет, мне кажется, мы обрели самостоятельность, мы вернули себе свое собственное достоинство. Без него ни в жизни обычной, человеческой ничего не получится путного, а тем более ничего не сделаешь на международной арене. И то, что мы создали прекрасную армию, то, что мы, опираясь на эту армию, отстаиваем свои интересы, интересы наших граждан гораздо более эффективны, то, что мы проводим глубокие экономические реформы, да, не без ошибок, не без торможения. Вот последние полтора года пандемии коронавирусной инфекции вмешалось, но тем не менее, налицо поступательные движения. И далеко не всем это нравится, потому что наши западные коллеги, они привыкли руководить всем миром уже, ну, практически 500 лет. И вдруг появилась новая тенденция, тенденция по утверждению не однополярного, а многополярного миропорядка, поскольку растут и быстро развиваются новые центры экономического развития, центры финансовой мощи, ну, а с этим приходит и политическое влияние. Достаточно упомянуть таких наших по-настоящему стратегических партнеров, как Китайская народная республика, Индия. Но отношения у нас выстраиваются добрые и взаимовыгодные с подавляющим большинством стран мира. Пытаются западные коллеги наше движение вперед затормозить. Вы знаете, выискивают любые поводы для того, чтобы объявить односторонние незаконные санкции. Задолго до того, что произошло на Украине и до референдума, по итогам которого крымчане не вернулись в Россию, Запад пытался уже встраивать такие ограничители в свои отношения с нами в надежде нас притормозить. Поэтому у нас никаких иллюзий нет. Мы, разумеется, будем, это мы давно уже сделали вывод после волны вот этих рестрикций, которыми нас обложили в 2014 году, давно сделали вывод, что полагаться нужно прежде всего на свои собственные силы и что в стратегических отраслях. И касающихся военно-промышленного комплекса и в стратегических областях гражданского развития нашей экономики, мы должны полагаться только на себя. Будем оставаться открыты к взаимовыгодным кооперационным связям, к инвестиционному сотрудничеству, но всегда имея про запас свои собственные ресурсы. Потому что западные коллеги доказали свою ненадежность и свою готовность ради геополитических выигрышей, которые они хотят достичь, грубо нарушать международное право, нарушать прерогативы Совета Безопасности ООН, который один и имеет право объявлять те или иные меры экономического принуждения. Это контекст, в котором мы работаем. У нас огромное количество партнеров, я уже сказал. Китай, Индия, страны Африки впервые пару лет назад в Сочи приехали практически в полном составе на высшем уровне, на первый в истории саммит России-Африки. Разветвленные отношения и с Латинской Америкой. Ну и, конечно, наше ближайшее окружение – это страны Содружества независимых государств, Организации договора коллективной безопасности, Евразийского экономического союза, Шанхайской организации сотрудничества, Объединение БРИКС, Россия, Китай, Индия, Бразилия и Южноафриканская республика. Это три четверти примерно населения планеты. И с этими партнерами у нас устойчивые, дружественные, взаимовыгодные, равноправные отношения. И в объединениях, где Россия участвует в качестве члена, мы никогда не навязываем такую палочную дисциплину. И ОДКБ, и СНГ, и ШОС, и Евразийский экономический союз работают только на основе консенсуса. И по сравнению, скажем, с тем же Североатлантическим альянсом или Европейским союзом, у нас свобода мнения и прямое право на участие в выработке решений. В западноцентричных объединениях там все выглядит по-другому. Там Евросоюз, если взять, существует такое русофобское меньшинство, агрессивное меньшинство, прежде всего, страны Балтии, Польши, ряд других. И они навязывают всем остальным такую солидарность, которая постоянно формируется в антироссийском ключе. Ну и примерно такая же палочная дисциплина действует в Североатлантическом альянсе, в НАТО. И это печально. Мы не будем никогда поддаваться на ультиматумы, на угрозы. Мы будем всегда действовать, исходя из коренных интересов нашего народа. Это касается и предстоящих выборов в Государственную Думу, на которые, на результаты которых тоже хотят западные коллеги повлиять, пытаются уже сейчас заранить сомнения в их объективности, поставить под вопрос их итоги. Мы все это проходили в предыдущих предвыборных избирательных кампаниях, но сейчас это проявляется, наверное, более обостренно. Ответ у нас на все эти попытки один. Мы руководствуемся прежде всего и исключительно волей наших граждан, волей нашего народа. Наши граждане достаточно зрелые люди, чтобы самим оценить работу руководства, чтобы самим определить, кого они хотят видеть в будущем составе Государственной Думы и какими они видят пути дальнейшего развития страны. При всем при этом мы никогда не скатываемся в наших международных делах ни к самоизоляции, ни к конфронтации. Мы готовы на принципах равноправия и взаимного уважения, на принципах поиска баланса интересов развивать свои отношения и с западными коллегами, с Соединенными Штатами, с Европейским Союзом и с НАТО, но только, еще раз повторю, на основе взаимного уважения и равноправия. Когда представители этих стран, этих структур нам заявляют, да, мы готовы с Россией связи нормализовать, но сначала Россия должна изменить свое поведение и должна сделать то-то, то-то и то-то. Но так с нами нельзя разговаривать. Так вообще в принципе ни с кем нельзя разговаривать, если человек воспитан правильно своими родителями и в школе, и в университете, если он там учился, а с Российской Федерацией, ну это просто глупо пытаться говорить таким языком. Но наша добрая воля всем известна, хотите разговаривать на равных, милости просим, в любой момент наши двери открыты. Ну и в заключении хочу, наверное, подчеркнуть значение народной дипломатии. Вот волонтерское движение, движение поисковиков. Сегодня я только что повстречался с учениками школы международных отношений и дипломатии, которая здесь создана. Я пригласил ребят приехать в Москву, прийти в Министерство иностранных дел. Мы хотим поддерживать их интерес к международной политике и к дипломатии. В любом случае это будет полезно, это расширяет кругозор. Ну и, наверное, кто-то из них по итогам вот этой школы, посещения этой школы, может выбрать профессию дипломата. Я думаю, что это будет на пользу нашей внешнеполитической деятельности, потому что, когда с молодых лет ребята задумываются о том, в каком мире мы живем и насколько наша страна может играть роль в недопущении новых войн, как это сделали наши великие ветераны, мы всегда это будем поощрять. И самые разные движения народной дипломатии, есть научная дипломатия, есть молодежная дипломатия, есть дипломатия, вот я уже говорил, поисковики, волонтеры. И мы сегодня с Андреем Ивановичем обсуждали необходимость не только поддерживать поисковые волонтерские движения, особенно связанные с увековечением памяти о героях Великой Отечественной войны, с сохранением истории, с передачей исторических фактов в следующем поколении, но, наверное, это важно делать и в международном масштабе. И мы постараемся, как мы и договорились, по нашим каналам помочь вам найти партнеров за рубежом, которые разделяют такие же убеждения, такие же цены, занимаются такой же работой. Кстати, я таких ребят встречал и в ряде европейских странах. Поэтому у нас многое может получиться вместе, особенно когда народная дипломатия, отражающая интересы самых разных уголков нашей страны, действует в унисон с дипломатией официальной, с дипломатией государственной. И сегодня же еще один элемент нашей общей коллективной силы, сегодня мы посетили построенный только что, восстановленный храм Александра Невского, который будет освящен в самое ближайшее время, как я понимаю. И с Русской Православной Церковью мы теснейшим образом сотрудничаем за границей. Русская Церковь имеет свои приходы во многих странах. Русская Церковь сейчас испытывает сильнейшее давление со стороны ряда западных государств, прежде всего Соединенных Штатов, которые задались целью, вознамерились развалить, разрушить единство мирового православия. Крайне вредную роль в этом играет Константинопольский Патриарх, который расколол, попытался расколоть, у него пока это не сильно получилось, каноническую украинскую Православную Церковь. Такие попытки сейчас наблюдаются в отношении Белоруссии, в отношении стран Средиземноморья, в частности Сирии, Ливана и на Балканах, где Сербская Православная Церковь тоже подвергается очень мощным атакам. Поэтому Русская Православная Церковь, когда она несет свои ценности за границей, она тоже способствует достижению целей нашей внешней политики, прежде всего отстаивания традиционных духовно-нравственных ценностей, которые сейчас тоже подвергаются сильнейшим атакам со стороны неолиберальной элиты в ряде западных стран. Это тоже работа по отстаиванию нашей исторической памяти, по отстаиванию наших корней, нашего генетического кода, если хотите. Так что, завершая, подчеркну, вы, как видите, из короткого обзора, классическая дипломатия в этом мире уже в одиночку не может решать задачи так же эффективно, как когда мы объединяем усилия с дипломатией народа. Я очень рассчитываю, что о сегодняшнем разговоре мы сможем поискать дополнительные формы такого сотрудничества. Еще раз большое спасибо, Андрей Иванович, спасибо за приглашение. Я перехожу к вопросам ответа. Но Андрей Иванович сначала, наверное, он руководит. Еще раз, Сергей Иванович, большое спасибо, что в своем плотном графике вы нашли время прибыть на территорию Волгоградской области, принять очень такое важное и почетное участие, очень значимым не только для Волгоградской области, я считаю, для всей страны и для всего мира. Мероприятий, посвященных передачей Министерства обороны Российской Федерации, воинских знамен частей и соединений, воевавших под Сталинградом, освободавших нашу землю, весь Советский Союз от фашистов, а потом Европу и весь мир от всего фашистов. И мы, конечно, понимаем, что за сегодняшним мероприятием, это для нас, для нашего поколения и для будущих поколений, это один еще один из шагов по сохранению исторической правды. И спасибо, что вы принимаете в этом участие. Ну, а уважаемые товарищи, я также хочу поддержать Сергея Викторовича, я думаю, лучше будет, когда будет диалог в этом вопросе. И прошу в рамках свободного микрофона задавать вопросы, делиться мнениями, впечатлениями, давать свои предложения, а в итоге мы подведем уже свои работы. Я думаю, правильно, Сергей Викторович, в таком порядке поступим, да? Прошу вас. Только единственная у меня просьба, уважаемый товарищи, ближе к микрофону говорите, так честь слышно, и, пожалуйста, представляйте. Спасибо. Уважаемый Сергей Викторович, уважаемый Виктор Федорович, уважаемый Андрей Иванович, уважаемые земляки и гости, моего и нашего любимого легендарного города. Я прежде всего хочу всем вам сказать добрый день. Я думаю, вполне логично, что я, значит, не в борьбе, а как бы свободно получил микрофон, потому что открывал наше сегодняшнее мероприятие поколение победителей. И следующее поколение – это дети войны. Я смело себя отношу к этому поколению, значит, так сказать, и поэтому я хочу поприветствовать и, значит, самого главного. Для меня этот день добрый на сегодня, потому что я уже, судьба дает мне возможность не в первый раз, практически в третий раз лично повстречаться с Сергеем Викторовичем, значит, так сказать, и это главный дипломат России, который несет на себе тяжелейшую ножку, который делает полезнейшую работу. Вы только вспомните, что говорил участник Сталинградской битвы Константин Симонов, когда говорил о значении Сталинградской битвы. Он говорил много слов об этом, понимаешь, говорил, что это главный урок, а в конце он говорил главное, что с войной надо бороться до ее начала. И вот Сергей Викторович делает эту важную работу. Мы еще раз должны благодарить его за то, что он в своем плотном графике, в своих, так сказать, поездках и сложным международным отношениям нашел время посетить в очередной раз наш город. Спасибо вам большое за то, что вы сегодня здесь и с нами. Я хочу коротко остановиться на следующих моментах. Ну, прежде всего, наверное, двумя мазками о себе. Я родился здесь, в Сталинграде в 37-м году на улице Пугачевской. Закончил школу здесь, в Сталинграде, на улице Кубанской. Закончил горхоз, получил профессию инженера-строителей, 21 год строил, поднимал этот город из руин. И потом мне посчастливилось в очередной раз стать во главе города Волгограда с 80-го по 91-й год, значит, был руководителем этого города. Это было десятилетие созидания. Не думаю, что от того, что у меня была такая, была сильная команда, но не думаю, что это главное. Это были действительно годы созидания. За это время построено это великолепное здание в 1983 году. И крупнейший в Европе речной вокзал, и Пущин скоростной трамвай, и десятки медицинских учреждений, микрохирургия глаза, и госпиталь инвалидов войны. Появилась первая чемпионка Олимпийских игр. И даже ротор вышел в первую лигу после долгого перерыва в 1988 году, и потом стал даже участником финала первенства Советского Союза. И все это, значит, было действительно достигнуто и сделано благодаря тому, что у меня сегодня второй день, значит, я говорю, благодарю, это добрый день. Потому что я могу пожать сегодня в очередной раз Виктору Федоровичу его благородную руку. Этих людей, это железные люди, которые позволили нам сегодня здесь встречаться с нами. Жаль, что, конечно, жизнь забирает постепенно. Еще вчера мы могли пожать также руку, например, Владимиру Семеновичу Туру. Сто лет ему исполнилось еще в прошлом году, понимаешь так. Он возглавлял клуб Сталинград долгое время. Или же Максиму Матвеевичу Загорулько, который тоже, значит, так сказать, и был участник Сталинградской битвы и написал знаменитую Сталинградскую энциклопедию, которую, я думаю, Сергею Викторовичу, наверное, уже подарили или подарят обязательно. Это такой труд. То есть жизнь берет своя, забирает, так сказать, но мы идем вперед. Мир, вы уже говорили здесь, что переживает сложные времена. Мир словно сходит с ума, значит, так сказать, его страшно лихорадит, значит, так сказать, дикая русофобия. Пытаются переписать историю, перековеркать эту историю о войне, о жизни нашего народа. Но я думаю, что ваш короткий визит сегодня должен быть под креплением мысли о том, что мы в Сталинграде. Сначала они отстояли Сталинград, потом всю Россию, а мы потом вместе с ними отстроили этот город. За короткий промежуток меньше, чем 40 лет миллионный город появился, прекрасный город на этой земле. Что мы здесь присутствующие и все жители нашего региона, мы ни в коей мере даже мысли не можем допустить, чтобы кто-то у нас хотел это отобрать, забрать, понимаешь, исковеркать историю, неправильно, так сказать, представлять то, что существует в мире. Мы для этого дела, Сергей Викторович, будем бороться и все свои силы, которые у нас есть, будем оставлять, значит, так сказать, для борьбы со святым. А святым, я считаю, это борьба за мир. Мир – это святое. И мы будем все делать. И я на заре, на закате, хотелось бы, конечно, на заре, на заре вот они, молодежь, а на закате своей жизни, всю свою оставшуюся жизнь посвящал и посвящаю, значит, так сказать, защите дела мира. Я не сказал, значит, возглавляя Волгоград, я был членом исполкома Всемирной Федерации «Породненные города», города-посланцы мира, мэры городов за мир. То есть у меня есть какой-то накопленный международный опыт. И вот здесь мне хотелось бы сказать, что главной вехой и главной, так сказать, направляющей в нашей борьбе за мир является побратимство городов. Это вы проходили мимо скатерти, которую женщины Ковентри прислали в 1944 году. Были ответные скатерти у нас, сейчас готовится цифровая скатерть. Но сам факт, что Ковентри и Сталинград уже теперь общепризнаны, являются основателем «Породнения городов». Этот маленький ручеек, который был Ковентри и Сталинград, превратился в полноводную реку покруче Миссисипи, Волги, понимаешь, так сказать, это тысячи городов. Я только что совершенно неделю, две назад был на форуме российских и немецких городов в Калуге. Более ста пар городов продолжают эту дружбу. Мы основываемся в этой дружбе на принципах народной дипломатии, общественной народной дипломатии. Я всегда говорил и говорю, что, значит, большая политика – это удел Макрона, Орбана, Земана, Лаврова, значит, так сказать. А мы, жители городов, должны глаза в глаза видеть и говорить. И мы продолжаем это делать. Несмотря на то, что в Ковентре в 80-м году консервативная партия сказала, что надо прекратить побратимские связи, значит, с Волгоградом. Но жители решили по-другому, и мы до сих пор имеем это твердое партнерство. И куда бы мы ни приехали, в Кёльн, в Лиеш, в Хемниц, Турин – это наши города побратимы. Мы всегда там имеем своих друзей. Поэтому я думаю, что мы будем эту святую работу делать и дальше. Но вот посоветовавшись здесь и с активом сторонников мира, и с жителями, и с представителями администрации, я бы хотел от их имени, от имени всех жителей попросить вас, значит, чтобы 2024 год, это столетие, значит, побратимства в Ковентре был, значит, объявлен годом городов-побратимов в России. Сергей Викторович, это вам под силу. До этого, значит, в 43-м году Андрей Иванович здесь, значит, уже проводит во всю работу по подготовке к 80-летию победы под Сталинградом. А следующий год будет вот таким назначить его вот гордым побратимских городов-побратимов. И с вашей помощью тогда, значит, так сказать, может быть, и провести, потом Сталинграду, Волгограду уже провести и съезд сторонников мира. И вот вы проходили также мимо, я заканчиваю, вы проходили мимо второй вещи в зале, это колокол мира, это точная копия колокола мира, который есть в Хиросиме. И вот у меня мысль, что в этот год, который будет городом городов-побратимов, этот колокол вынесут на центральную площадь, историческую площадь, соберут съезд людей, которые, понимаешь, так сказать, борются за мир. И этот колокол будет звучать на весь мир. Я заканчиваю, хочу сказать еще раз, благодарить Сергея Викторовича за его приезд. Естественно, значит, так сказать, мы на пороге никуда не денемся, голову в песок не спрячем. Мы на пороге, значит, сентября выборов новой законодательной власти. И мы все гордимся тем, что вы возглавляете список лидеров Единой России. И этот список дает нам уверенность, значит, так сказать, ваши имена, значит, дают уверенность в том, что, естественно, победа будет, значит, за вами, за нами. Значит, я хочу сказать, что вот губернатор наш Андрей Иванович, он сформировал тоже сильную команду, абсолютно сильную команду. Им проигрывать даже невозможно, нельзя. Но меня радует то, что они делают, и сейчас он продолжает делать, и текущие какие-то проблемы решает, но ставят задачу и уже выполняют мысли и помыслы наши, которые десятилетиями мы вынашивали. Это объездная дорога, это Волгах-Тубинская пойма, это создание химического кластера, понимаешь, так сказать. Ну и ряд других моментов. Спасибо вам за это, Андрей Иванович. Я говорил долго, не знаю, внятно или нет, но я рад, что вы здесь. И Сталинградцы вас не подают. Спасибо большое. Мы с Андреем Ивановичем уже говорили про 2024 год. Мы активно эту инициативу поддерживаем. Кто еще желает выступить? Добрый день. Виктор Федорович, Андрей Викторович, Андрей Иванович. Меня зовут Орешкин Андрей, я руководитель поискового движения России в регионе. Сергей Викторович, мы уже знакомы. В 2015 году я вас сопровождал с вашим тогда коллегой Франком Вальтером Штармановым по Росошинскому военно-мемиальному комплексу. Спасибо вам большое за хорошие слова о поисковиках. И частично в своей речи вы уже ответили на мой вопрос. У нас весной в рамках вахты памяти на территории Волгоградской области работала делегация французских исследователей. Более 15 тропологов, историков, студентов из этой страны работало на полях сражений Сталинградской битвы. Было поднято в течение двух недель более 200 защитников Сталинграда. Также волонтеры приняли участие в захоронении на Мамайевом Кургане 37 защитников Сталинграда, найденных ранее. В этих же мероприятиях присутствовали, приняли участие ветераны антигитлеровской коалиции из США, Франции и защитников Сталинграда, Куропаткин Алексей Петрович. Вот следующий вопрос. Вы частично уже на него ответили. Нужны ли такие проекты именно с зарубежными коллегами, партнерами, волонтерами? Эффективны ли они? И нужно ли нам продолжать и работать в том числе за за рубежом в этом направлении? Спасибо. Я считаю, что нужно обязательно, но вы услышали, что мы как раз говорили об этом с губернатором, и вот я после этого разговора упомянул об этой инициативе. И мне кажется, Волгоград, как один из центров поисковой работы, может вполне выступить с такой инициативой. И она будет гарантированно поддержана государством. Мы будем помогать вам искать партнеров. Я уверен, видите, у вас уже есть коллеги из стран бывшей антигитлеровской коалиции. И то, что вы сами не сможете сделать, мы обязательно вам поможем. Это надо, в принципе, это движение нужно всячески развивать. Это вот историческая память, которая сейчас подвергается таким испытаниям. Спасибо большое. И хотелось бы еще отметить Министерство иностранных дел. В 2017 году, когда мы были за рубежом, со своим визитом именно нас нашли в преддверии дня неизвестного солдата представители посольства и пригласили на мероприятие, чтобы мы приняли его в Трефтов парке. Спасибо вам большое за вашу работу и ваших коллег. Кто еще желает выступить или задать вопрос? Уважаемый Сергей Викторович, для меня большая честь сегодня быть здесь и иметь возможность общаться с вами. Меня зовут Александра Иваненко, я работаю в Волгоградском государственном медицинском университете в управлении внешних связей. Я закончила Волгоградский государственный университет по специальности международные отношения. И, конечно же, вы являетесь для меня кумиром и образцом дипломата. С вашей легкой руки город-герой Волгоград. Получил статус Центра общественной дипломатии и известен этим во всем мире. В рамках движения породненных городов проходит много мероприятий, встреч, растет их статус. Реализуются различные проекты, которые рождаются на ежегодном международном форуме общественной дипломатии и диалог на Волге мира взаимопонимания в 21 веке. В настоящий момент в регионе при поддержке фонда президентских грантов реализуется проект на федеральном уровне посольства будущего, который направлен на обучение детей основам межкультурной коммуникации и дипломатии. А также реализуется международный проект «Цифровая скатерть» 80 лет взаимной поддержки, членом которого я являюсь. Наша задача вовлечь в общение как можно больше жителей Ковентри и Волгограда. Мы хотим через рисунки, картины, музыку рассказать друг другу и всему миру о наших городах и о том, как мы сотрудничаем уже 77 лет. Администрация Волгоградской области и города Волгограда всегда оказывают серьезную поддержку в организации и реализации наших проектов, за что мы очень благодарны. В настоящий момент отработаны проекты с Израилем, Великобританией, в процессе подготовки проект с Хиросимой в честь 50-летия побратимских связей. На данный момент мы ожидаем результат по проекту «Мода на мир» совместно с Италией и Великобританией. Как вы видите, проектов очень много, они все уникальны и все были рождены на площадке различных международных форумов. И в этой связи, уважаемый Сергей Викторович, я бы хотела задать вам вопрос. Как вы считаете, в каких направлениях и вопросах общественная дипломатия могла бы помочь в работе большой государственной дипломатии и дать наибольший синергетический эффект? Спасибо. Ну, во-первых, спасибо большое вам за то, что вы делаете, за ваш интерес к этим международным связям. Я вот не все факты знал, то есть получается, что мы одновременно пришли к тому, что поисковая работа должна обязательно иметь международное измерение и проекты, о которых вы упомянули, которые тоже связаны с сохранением исторической памяти, они идут в том же направлении. Я бы попросил и наших коллег-поисковиков, и ваши движения, и ваши проекты просто передать нам информацию фактическую, и мы посмотрим, чем там можно помочь, если у вас какие-то есть сложности. Желательно эти сложности тоже упомянуть. А отвечая на главный ваш вопрос, чем народной дипломатии может помочь государственная дипломатия, ответ такой простой, самим своим существованием. Это всегда полезно, когда люди ощущают нерв своей страны, люди, которые работают на государственных должностях, в том числе во внешней политике, ну и не использовать такое искреннее собственное желание таких людей, как вы, для того, чтобы развивать наши контакты с настроенными дружественно по отношению к нам людьми за границей, это было бы неправильно. А в современных условиях значение этой работы возрастает многократно. Когда у нас западные коллеги решили обидеться на Российскую Федерацию, то за Украину, то за Крым, то еще за что-нибудь, постоянно что-то есть. Кто-то кого-то отравил, но никто никаких фактов не предъявляет, отношения заморожены. У нас с Европейским Союзом, например, была самая разветвленная архитектура структурированных государственных отношений. Ежегодно два саммита, ежегодно встреча всего правительства России с Европейской комиссией, четыре общих пространства, по каждому из которых одобрена дорожная карта была, и мы двигались к созданию этих общих пространств. 20 секторальных диалогов от энергетики до прав человека, специальный, отдельный диалог по облегчению визового режима и в итоге по переходу к безвизовым поездкам. Все это было в одночасти зарублено, причем кое-что, вот, например, безвизовый диалог, он был обрублен в 2013 году, когда еще никаких событий, которые впоследствии Запад решил свалить на нас, на Украине и в Крыму не происходило. И сейчас, я не буду вдаваться, если хотите, я потом расскажу, в чем причина этого, но я в вступительном слове уже сказал, что нас хотят сдерживать всеми правдами и неправдами, подпитывая русофобские настроения. И в Прибалтике, и в некоторых других странах бывшего Советского Союза, Украина – это просто обращик того, как они хотят, наши западные коллеги хотят использовать наших соседей для того, чтобы нам было не очень уютно. Но в условиях, когда такие межгосударственные отношения находятся просто в замороженном, если не в похороненном состоянии, Евросоюз я упомянул, Великобритания еще один пример, когда никаких у нас межгосударственных контактов нет. И в этих условиях общественная дипломатия, контакты между людьми, связи культурные, гуманитарные, научные, они обретают особое значение. Кстати, в той же Великобритании очень много гуманитарных мероприятий, ежегодные культурные встречи, фестивали, гастроли. Поэтому чем больше вы будете со своими геномышленниками за рубежом дружить и совместно реализовывать проекты, тем лучше будет Российской Федерации на международной арене в целом. Тем больше избирателей в соответствующих странах, когда им в очередной раз правительство будет предлагать какую-то русофобскую повестку дня, будут уже иметь на подобной идее свою собственную точку зрения. Поэтому буду ждать от вас информации. Пришлите, пожалуйста, ладно, и по поисковикам тоже, вот о ваших международных контактах. Спасибо большое. Кто еще желает? Добрый день. Меня зовут Челянова Виктория. Я воспитанница Школы международных отношений и дипломатии детско-юношеского центра, который был буквально возвращен из небытия и ныне принимает более 5000 воспитанников. Я давно наблюдаю за вашей деятельностью. Для многих, в том числе и для меня, вы являетесь чем человеком, на которого стоит равняться. И именно благодаря вам я понимаю, кем бы хотела стать в будущем. Профессия дипломата очень интересна, но в то же время и сложна. Поэтому скажите, пожалуйста, собираетесь ли вы написать автобиографическую книгу, которая помогла бы начинающим дипломатам? Нет, вы знаете, не собираюсь. Очень жаль. Если не написать всего, будет неинтересно. Но насчет тех книг, изданий, которые могут помочь лучше понять профессию, я все-таки стараюсь свои выступления на международных форумах, в ООН и на других площадках в ходе каких-то лекций все-таки составлять таким образом, чтобы они отражали мое мировосприятие. И мне кажется, то, что можно перенять из опыта, накопленного мной на этом посту, в этих книгах, две книги уже было издано, в этих книгах, наверное, можно почерпнуть. Но если вам не хватает информации, мы можем дополнительные материалы подослать. Но просто автобиографией заниматься не собираюсь. И книг тоже собирать не занимаюсь в том смысле, как пишут мемуарные произведения. А статьи, ну вот, публикуются и, наверное, все-таки дают не стопроцентную картину, но позволяют многое понять. Поняла, спасибо. Есть еще кто? Здравствуйте, уважаемый Сергей Викторович. Меня зовут Байметов Сергей, и я ученик Школы международных отношений ДЮЦ Волгограда. В своих интервью вы часто говорили, что увлекаетесь футболом, рафтингом и также пишете стихи. Недавно была издана книга ваших лучших стихов «Последний компромисс с Богом». Вы создатель текста гимна ГИМО, который я бы хотел спеть, уже будучи студентом этого вуза. Меня всегда интересовало, как я просто сам пишу стихи, и где вы черпаете свое вдохновение для произведений, будучи одновременно с этим погруженным и вовлеченным в дела государственной важности. И еще один вопрос. Вы помните свое первое произведение? В каком возрасте вы его написали, и не могли бы вы его нам прочитать? Спасибо за вопросы. Нет, прочитать сейчас не смогу, наверное, просто не вспомню, ну и стесняюсь еще немножко. Написал, наверное, в 16 лет. В 16 лет, да, пожалуй, что. Вот, насчет гимна МГИМО, вы поступаете или как в МГИМО? Или еще через год? Я сейчас перехожу в 9 класс, поэтому поступления пока что нет. Но я готовлюсь пойти именно туда. Ну, начинайте слова учить. Да, да. А насчет того, где черпать вдохновение. Знаете, Андрей Андреевич Вознесенский, «Царствие небесное», он однажды написал такие строки. «Стихи не пишутся, случаются, как чувство или же закат. Душа слепая соучастница, не написал, случилось так». Вот, наверное, примерно так. Больше нет, выступающих. Здравствуйте, меня зовут Виктория Желудкова. Я бы хотела задать вам вопрос в форме песни. Милые, добрые, взрослые, Отмените войну. А я разноцветными звездами украшу для вас весну. И нарисую вам солнышко, которое будет смеяться. И больше не буду плакать, и больше не буду бояться. Самые умные, взрослые, сделайте что-нибудь, Чтобы войну эту грозную как-нибудь припугнуть. А я из песка вам построю домиков, чтобы играться. И больше не буду плакать, и больше не буду бояться. Там, где идет война, Детям нет где играть. Там, где идет война, Нельзя цветы собирать. Там, где идет война, Никто на вопрос не ответит. За что? Во все времена погибают невинные дети. Детям нет где играть. Детям нет где играть. Там, где смотрят мои выборы. И сейчас я иду их на архитекты. И еще разы в том, Самые добрые взрослые Забудьте совсем войну А я подарю вам в ладонях Утреннюю тишину И вырасту умной и доброй И буду я всем улыбаться И больше не буду плакать И больше не буду бояться Там, где идет война Детям негде играть Там, где идет война Нельзя цветы собирать Там, где идет война Никто на вопрос не ответит За что все времена погибают Невинные дети Самые умные взрослые Пожалуйста, отмените войну Навсегда Пусть светит яркое солнце Повсюду цветут цветы А мы обещаем быть самыми умными И послушными детьми На земле Пусть царит мир Взрослые Отмените войну Отмените войну Знаете, я, конечно, трону до слез Таким исполнением Потому что видно, что кроме колоссального таланта Певицы И актрисы Викторию еще чувства переполняют Такое нельзя сыграть Это только можно действительно Прочувствовать и показать откровенно Ответ Когда мы отменим войну Он, конечно, сложный Если бы все зависело от нас Наверное, это было бы быстро Ну и, кстати, сказать Вот мы говорили сегодня О подвиге ветеранов О великой победе Великой Отечественной Во Второй мировой войне И организация Объединенных наций Была создана для того Там начинается устав Мы Государство Объединенных наций Полные решимости Спасти человечество От ужасов новой войны Ну, имелось в виду По просто Определению Мировая война И надо, наверное, признать Что страны антигитлеровской коалиции В подавляющем большинстве Избежали Разрушительных войн И глобальной Мировой войны Предпортить, которую, собственно говоря И должна была ООН Не произошло Но количество Но количество Региональных Внутренних конфликтов Приносит не менее Не менее тяжелые Результаты Для тех людей На чьей земле Это все разворачивается Вот смотрите Самое опасное Сейчас я считаю Это то, что наши Коллеги Взрослые Из западных стран Тоже взрослые Как и мы Они Провозгласили Своей целью Распространение Демократии По всему миру В том виде Как они ее понимают Ради этого Был разрушен Ирак В 2003 году В 2003 году В мае Прекрасно помню Тогдашний президент Джордж Буш На борту Авианосца В Персидском заливе Провозгласил Победу Демократии В Ираке Но до сих пор Ирак Пока не может Восстановить Свою Территориальную Целостность А количество Тех Кто погиб Вот в этой Демократизации Ирака Исчисляет Сотнями тысяч Кроме того После того Как американцы Ирак захватили Появились Новые террористические Отряды В частности Вот такое Ныне популярное Как Исламское государство После Афганистана Когда в Афганистане Была война Еще в начале 90-х годов Когда талибы Первый раз Пришли к власти Появилась Аль-Каида После Ирака Появилось Исламское государство А после того Как разбомбили Ливию Террористы Хлынули И в Черную Африку Появились Отпочкования От исламского Государства Исламское государство В таком-то районе И В Ливии В той же самой До того Как туда Американцы Пришли Люди Пользовались Огромными Социальными Благами Это была Очень богатая Нефтью Страна Но она осталась Только сейчас Все там разрушили Бесплатное Образование Бесплатная Медицина Бесплатный Бензин Многое другое И наверное Муаммар Каддафи Которого Американцы Зверски Позволили Убить И показали Это В прямом эфире Наверное Он был В определенной Степени Диктатором Да При нем Какие-то Были репрессии Какое-то Количество Людей Сидело В тюрьмах Но это Ни в какое Сравнение И не идет С теми Сотнями Тысяч Ливийцев Которые Погибли Из-за Этой Демократизации Начатой Западными Нашими Коллегами То же самое Было и В Ираке Да Режим Такой Жесткий Авторитарный Деспотический Где-то Берем за главную ценность Человеческую жизнь А во всех Всемирных Декларациях Прав человека Именно право На жизнь Провозглашено Главным Правом Человека То Сравнение Отнюдь не в пользу Вот этих Демократизаторов Но и то что мы Сейчас наблюдаем В Афганистане 20 лет они Занимались Тем же самым С упорством Достойным Лучшего применения Устанавливали Свои порядки Не надо В чужой монастырь Со своим Уставом Ну и там еще Что-то есть Про калашный ряд Это очень вредно И сейчас Это самая главная Угроза Для возникновения Вооруженных конфликтов Мы Никогда Подобным Не занимаемся Те Решения Которые Президент Принимал В последние годы По поводу Использования Вооруженной силы За рубежом Носили Ну Абсолютно Международно Правовой характер 2008 год Грузия Когда Не очень адекватный Лидер Грузии Господин Саакашвили Отдал приказ Направить войска И начать Обстреливать Южную Осетию Где находились В том числе Российские Миротворцы Нападение на миротворцев Означает Нападение На твою страну Конечно Он получил ответ И ценой Огромного напряжения Наших Вооруженных сил В то время Удалось Все-таки Выйти В Южную Осетию Через Рокский туннель Которые хотели Взорвать И так далее И так далее Тогда Не знаю Что сейчас Происходило Пример В Сирии Да Когда Разрушился Ирак Когда Разрушилась Ливия Когда То же самое Хотели сделать Сирией И когда Уже Стояли Реальные Террористы Из исламского Государства И его Ответвлений У ворот Сирийской Столицы Когда Речь Шла О неделях Прежде чем Террористы Захватили Власть В Сирии И Запад На это Взирал Так Достаточно Спокойно Опять-таки Исходя Из своей Логики Что Президент Асад Он Не демократ А Сирия Нуждается В демократии Но ради Того Чтобы Свергнуть Неугодного Президента Они Использовали Откровенных Террористов И Многое Другое Происходило И Когда Нас Законное Правительство Попросило Не допустить Развала Сирии Мы Пошли Вмешались И защитили Государственность Защитили Кстати сказать Христианство В Сирии Это Колыбель Христианства А Страна Была Под угрозой И вообще Исчезновения Всех Граждан Которые Христианскую Религию Исповедуют И мы Создали Условия Для того Чтобы был Политический Процесс Процесс Урегулирования Который Сейчас Ну Ни шатка Ни валка Но Не по нашей Вине Все-таки Продолжается Вот И Поэтому У нас Никогда Нет Никаких Агрессивных Замыслов Вот Недавно На границе С Украиной Проводились Плановые Учения Да Эти Учения Вынуждены Были В своих Вернее При планировании Этих Учений Мы Вынуждены Были Принимать Во внимание Что Прямо Через Линию Соприкосновения Россия И НАТО Уже К тому Времени Организованы Были Крупнейшие В истории НАТО Учения Defender Europe И Помните Какой Шум Начался Как это Так Россия Готовится Завоевать Украину Мы Объяснили Что Это Учение Которое Мы Проводим На своей Территории А Вот Что Делают Американцы Канадцы Англичане Другие Неграничащие С нами Страны На территории Наших Соседей Когда Десятки Тысяч Единиц Техники Военных Персонала Сгрудились На наших Границах И явно Репетировали Боевые Действия С Российской Федерацией И Нас Обязательно Обвинят В том Что Именно Мы Привели К тому Что НАТО Вынуждено Вот Так Сейчас Перегруппироваться Перевооружаться Вынуждены Передвигать Свою Инфраструктуру В Прибалтику И другие Страны Которые Прямо На наших Границах Находятся Все Это Делается Под Лозунгом Защиты Украины От Российской Агрессии Но Помилуйте Когда На Украине Состоялся Государственный Переворот В феврале 2014 Года Вопреки Договоренностям Которые Гарантировали Западные Страны Страны Евросоюза И когда Эти гаранты Развели руками В ответ На наши Требования Чтобы они Все-таки Заставили Киев Этих самых Пучистов Которые Класти Пришли Выполнять Договоренности Они Развели руками Опять Что-то Стали Ссылаться На Демократию А то Что режим С первых Дней Стал Провозглашать Своей целью Изгнание Русских И русского Языка И русской Культуры Да и Самих Жителей Об этом Как-то Они Не сильно Заботились И когда Мы Откликнулись На решение Свободной Волеизъявления Жителей Крыма Которые Не хотели Оставаться В таком Государстве Где Русских Просто Уничтожают Во всех Смыслах Запад Опять Настал Во всем Обвинять И Кстати Вот эти Вот Потакания Нынешней Украинской Власти И попытки Представить Так что Все беды Украина Только от Того Что Россия Не Выполняет Минские Договоренности Хотя Там Россия Ни разу Не упомянут А Десять раз Упомянут Киев Который Должен Напрямую Договариваться С Донецком И Луганском Это Знаете Это ведь Никуда Не ушло И Точно Так же Как Лидеры Правого Сектора В феврале 2014 Года Требовали Публично Изгнать Русских Из Крыма Точно Так же Сейчас Вот Пару Недель Назад Президент Зеленский В каком-то Из своих Интервью Прямо Сказал Что Он Русским Советует Сделать Для себя Вывод И Определиться Если Они Считают Что Они Русские И не Могут Без Всего Русского То Пускай Вбираются В Российскую Федерацию Это Это Как В Современном Мире В Либеральных Обществах Куда Он Стучится Пытается Проникнуть В Евросоюз Как Такое Можно Допускать Поэтому К сожалению Есть Много Желающих Оставить Без Внимания Песню Которую Ты спела Вопрос Которые В ней Прозвучали Российской Федерации Точно Совершенно Не Из Их Числа И мы На самом деле Будем Делать Все Чтобы Эти Риторические Вопросы Перестали Быть Риторические Потому что Пока Они Звучат Но Когда Когда Вы Сделаете То Чего Вы Никогда Не Сделаете Примерно Так Я Считаю Что Это Надо Такую Надо Менять И Эта Песня Может Стать Началом Ну Если Честно Какого Такого Международного Детского Движения И Я Просто Смотрел На Тебя И Я Считаю Что Ты Вполне Можешь Быть Лицом Такого Движения Ты Будешь Гораздо Убедительной В борьбе За мир Чем Грета Тунберг В борьбе За климат Уважаемый товарищ Еще раз Сергей Викторович Я немножко Добавлю Сергей Викторович На самом деле Вы Абсолютно Правы Но Знаете Чтобы я Максимально Вернусь К теме Которую Мы с вами Обсуждали В течение Сегодня Рабочей Поездки И Которую Я уверен Еще Остановимся На Этой Тематике Это На самом деле Возрождение Такого Молодежного Студенческого Совместного Международных Мероприятий С участием И проведением Таких мероприятий В таких Городах Ну естественно Как город Сталинград Город Волгоград Где На самом деле Наши Международные Друзья Могут Увидеть По-настоящему Что Хочет Россия Где Как не В Сталинграде Об этом Говорить О мире Где Каждый Миллиметр Пропитан Кровью Где В каждой Семье Потери Во время Великой Отечественной Войны И после Уже Великой Отечественной Войны Где Как не В Волгограде Разговаривать О будущем Нашей Нашего мира Мироустройства О нашей Совсеместной Жизни Об Обмене Опытом И На самом деле О мире Который Для нас Всех Важен И это Будет Звучать Неподдельно Это Будет Звучать От души Поэтому Именно здесь Я уверен Для Такого Возрождения Международного Сотрудничества Молодежных Организаций Молодежи Было бы Очень важно И актуально Для всего мира Ну естественно Конечно И для Российской Федерации Уважаемый У нас есть График Сергей Витович В том числе Я думаю Будет правильно Что мы Плагодарим Сергей Витович За такую Обстоятельную Встречу За Его сегодня Визит Нам еще График Дальнейший Работать По Ряду мероприятий На территории Волгоградской Области Сказать ему Большое спасибо И Нисколько Мы не сомневаемся Сергей Витович Что вы Так же Как и прежде Но еще Больше зарядитесь Энергией Волгограда Волгоградской Области Нашей земли Будет так же Отстаивать Интересы Нашей страны В мире И жителей Нашей страны Ну и Побрала Говорить Нашего Ведущего Непосредственно Виктора Федоровича За такую Активную Работу Несмотря на Его возраст Он ведет себя Активно Молодец И в первой встрече Сегодня Он показывает Например Как нужно Жить и любить Свою родину Свою страну Свою малую землю Спасибо большое Я считаю Виктор Федорович Вообще может работать Диктором телевидения С таким Левитановским голосом И с такой четкостью Большое спасибо Андрей Иванович Вам И друзья За эту встречу Мне очень важно Было Правда Пропитаться Вашими настроениями Вашими помыслами Чаяниями Уверен Что мы О многих вещах О которых Сегодня говорили Продолжим Не просто Разговаривать Но и будем Ими предметно Заниматься Спасибо